Летим вдвоем. Второй пилот молодой, только пришел. Ну, если так можно сравнить, извините за такое сравнение, то полтора летчика находится в кабине. Вот. Опытный капитан и второй пилот, которому нужно много лет еще учиться. Вот. Короче, у нас через, почти через 4 часа случилась серия отказов. Отказ указателя скорости, отказ наполовину руля направления, отказ наполовину у Леронов. Еще много мелких отказов и в конечном итоге отказ всех трех автопилотов. Ночью, вдвоем, вручную. Один пилотирует, второй выполняет все процедуры. Там с фонариком смотрит АЗС и там так перещелкивает, чтобы восстановить все это. Ну, спасло, значит, что? Что у меня богатый опыт инструкторской работы на тренажере. У нас во Франкварте тренажер. Вот мы, значит, там даем... Все эти отказы я давал летчикам. Поэтому мы вышли с честью из-за этой ситуации. Риск крушения того самого Боинга, на котором летел Петр Марченко, многократно вырос. Поскольку на дальнемагистральные рейсы более 8 часов пилоты этой авиакомпании стали летать без дополнительного экипажа вдвоем. Раньше такого не допускалось. Я пришел на большой разбор в летный комплекс, где много летчиков, много командного состава. И все, как один, как командиры отряда, выступают и говорят. Вот нас, коммерсанты, заставляют летать вдвоем. А это тяжело, это небезопасно. Все как один. Все, закончили выступление. Я встаю, говорю, дайте мне слово. Я говорю, вы посмотрите, в зале есть хоть один коммерсант? Встаньте. Нет. Есть хоть один замгенерального директора? Нет. Кто слышит вашу боль? И я им рассказал вот этот случай, который у нас случился. Летчики все это понимают. И я им сказал, уважаемые коллеги, летайте вдвоем, а я ухожу на пенсию. Вот американцы, например, они говорят, вы как хотите летайте в вашей компании. Но если вы летите к нам в Америку, то и вы берете наших пассажиров, то вы должны лететь, допустим, втроем или в четвером. А ваши проблемы азиатские нас не касаются. Вот видите, как подходит. Все они беспокоятся своих пассажиров. Да. 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 А мы? А мы, получается, не очень беспокоимся. Сегодня в России при ежегодном выходе на пенсию около 500 пилотов гражданской авиации на их место приходит только 200 выпускников авиаучилищ. Город Ульяновск. Здесь готовят пилотов для гражданской авиации. Раньше на базе высшего авиационного училища был огромный центр переподготовки авиационных специалистов. Приезжали со всего Союза. Сейчас у авиакомпании свои учебные центры. Часто за рубежом. Я разговариваю не только о среднем образовании, а вообще о подготовке сокращенной, которая, может быть, даже не укладывается в требованиях среднего образования. То есть еще более сокращенной, еще более короткой. Вспомнить советский опыт, вспомнить, что в свое время во всем мире советская система подготовки специалистов для гражданской авиации считалась лучшей. И вот именно одна из причин этого была, что еще в далеком 75-м году было принято решение открывать высшее летное училище. Я просто с момента основания первого летного училища высшего работал. И я знаю, насколько выше, на голову выше наши выпускники были выпускников средних училищ. Сегодня ситуация с безопасностью полетов в России настолько серьезная, что не говорить о наболевших больше нельзя. В 2011 году Росавиация официально признала 22 случая невыхода российских пилотов на связь во время полетов. При разборе выяснилось, техника была исправна, а пилоты просто спали. Действительно, там может, допустим, один пилот сказать, ну я закрою на минутку глаза, открывает, а у второго тоже закрытые глаза. Ну это хорошо выручает автопилот, автоматическое самолетовождение и все. Но это действительно вопрос, который связан именно с тем, что недостаточное количество членов экипажа. 20 июня 2011 года под Петрозаводском ТУ-134 рухнул на оживленную автотрассу, расположенную в одном километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Погибли 47 человек. Пятеро получили серьезные травмы и ранения. Эти кадры Александра Каргополова сняла на мобильный телефон для своего ребенка. Из окна иллюминатора закат был особенно красочен. Через час борт номер РА-65-691 упал на землю. Я заранее купила билеты, я заранее упаковала вещи, меня проводила подруга. Приехали в аэропорт, прошли регистрацию. Единственное, там, к сожалению, нам пришлось немножко подождать. Задержали рейс на полчаса. И потом, как выяснилось, нам поменяли самолет. Тогда-то я этого не знала, потому что я четко брала билеты у другой аэропорта на другой самолет. Ну вот, а когда нас привезли уже с...